Саламу алейкум Дагестан Я приветствую всех, кто смотрит нас в эфире телеканала РГВК А также тех, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии В эфире 27 выпуск проекта «Молодежный дрифт» И веду его я, Ахмед Газиев Передача наша выходит 7 марта А это означает, что мы все находимся в ожидании международного женского дня Это время, когда принято поздравлять представительниц женского пола И желать им всего самого доброго Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучат в этот день Но наша программа посвящена молодежным новостям Поэтому вернемся к ним А впрочем, все по порядку В ректорате ДГТУ прошла коллегия Минмолодежи Дагестана С докладом выступили министр по делам молодежи нашей республики Камил Сейдов Он рассказал об итогах деятельности ведомства за 2023 год Реализации различных проектов и задач В сфере государственной молодежной политики на 2024 год Более 650 тысяч человек было вовлечено в реализацию молодежной политики в республике Сказал руководитель Минмолодежи В ректорате ДГТУ итоги 2023 года подвело Минмолодежи регионом Волонтеры участвовали в акциях «Тепло, души», «Марафон добрых дел» и «Мы вместе» и многих других Также они помогали ликвидировать последствия взрыва селитры в пригороде Махачкалы и града в Буйнакске В этом году министерство реализует мероприятие к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Ведомство проведет акции по патриотическому воспитанию и продолжит работу с молодежными центрами в муниципалитетах В понедельник 4 марта сотрудники, студенты и активисты махачкалинского филиала МАДИ приняли участие в научно-практической конференции «Развитие общественного транспорта Республики Дагестан» на период до 2030 года Прошла она в Доме дружбы. Организатором этого мероприятия выступило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан На конференции были обсуждены вопросы по состоянию проблемам модернизации обновления парка и мерам поддержания общественного транспорта, а также кадровое обеспечение отрасли Учитывая, что студенты махачкалинского филиала МАДИ готовятся именно для этой отрасли, интерес студентов к этому мероприятию был вполне понятен В пятницу, 16 февраля, на базе Дагестанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялась третья внутриузовская олимпиада по инфекционным болезням для студентов 5 курса лечебного факультета Основной целью мероприятия является выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, реализация их творческого потенциала, стимулирование и активизация их учебной и научной деятельности Видеозарисовку о том, как это было, мы предлагаем к вашему вниманию прямо сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Акция «Марафон здорового образа жизни» успешно прошла в Дагестанском государственном техническом университете Забег был организован первичной профсоюзной организацией работников и студентов ДГТУ Программа забега включала в себя командное соревнование по бегу в гору на дистанцию 2500 метров Команда состояла из двух участников Эта инициатива позволяла студентам поучаствовать в спортивных состязаниях, поощряя тем самым здоровый образ жизни и пропагандируя среди молодежи физическую активность 1 марта признан международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Проблема злоупотребления наркотиков затрагивает миллионы людей во всем мире Не обошла она и наш регион А ведь наркомания отнимает у человека все самое дорогое и важное Не дай зависимости разрушить твою жизнь Именно этой проблеме и посвящен ролик, смонтированный в Министерстве по делам молодежи нашей республики Подумай головой По данным на 2023 год 8 миллионов человек в России употребляют наркотики Из них 3 миллиона постоянно Это сопоставимо с населением Дагестана, где каждый употребляет регулярно Употребляет под угрозой в любой момент оказаться за решеткой Из-за проблем социализации или по детской глупости еще зеленые подростки берутся за иглу Что мне сделают вещества? Это так модно, они точно мне помогут Только наркомания – это не шутки Попробовав любой наркотик, сперва человек ощущает эйфорию Ему кажется, что он Супермен или Бэтмен Что он все может Однако эффект продлится недолго Заставляя наркомана принять еще дозу и еще и еще Никогда более не ощутив прежнего чувства Но получив зависимость навсегда Думаешь, что сможешь это контролировать? Тогда ответь Почему из 100 человек, прошедших лечение, только 5 перестают быть наркозависимыми? А ведь они точно контролировали себя? Или нет? Начав употреблять близок тот день, когда от зависимого начнут отворачиваться близкие ему люди Сторониться его Бояться А возможно и новые товарищи останутся до того момента, пока у вас будут деньги на новую порцию яда Так и получается Желая найти в веществах спасение, человек теряет свое лицо Теряет деньги, по-настоящему важных людей, которых до этого не ценил Остается один на один со своими проблемами В клетке, которую выстроил сам Дальше депрессия, самоистязание и суицид Страшная статистика Но она ничего не изменит, если ты не осознаешь весь ужас этих веществ Наркотики? Не шутка, думай головой Сайт ДГУ вошел в топ-40 лучших сайтов российских вузов В рейтинге представлены 250 сайтов российских университетов По версии экспертов сервиса Дагестанский государственный университет В числе топ-40 высших учебных заведений, у которых наиболее удобный и понятный сайт При формировании рейтинга эксперты оценивали эргономику сайта, включая мобильные версии Предлагаемую логику цифровых путей пользователей сайта Дизайн-систему сайта, архитектуру сайта Выполнение обязательных требований к сайтам университетов Включая наличие версии для людей с ограниченными возможностями 28 февраля 2024 года в ДГМУ прошло мероприятие Наука и практика на страже здоровья Врачи-защитники Отечества Мероприятие началось на территории ГБУ Республики Дагестан Республиканская клиническая больница имени Вишневского С возложения цветов к памятнику Рашида Пашаевича Аскерханова Известного ученого-хирурга, имя которого носит студенческое научное общество СНО ДГМУ В котором участвовали представители ВУЗа Видеорепортаж о том, как проходило мероприятие Врачи-защитники Отечества предлагается к вашему вниманию прямо сейчас Врачи-защитники Отечества В Хунзахском районе Республики Дагестан Прошел фестиваль ледолазания Матлас-2024 В соревнованиях приняли участие 14 команд со всей России Представленные спортсменами из различных организаций Туристических клубов, альпинистских групп, воинских подразделений, студенческих спасательных отрядов и поисково-спасательных служб Ежегодно активное участие в фестивале принимает Туристический клуб Дагестанского государственного технического университета Наследники, представленные студентами различных факультетов В пятницу 1 марта Дагестанский государственный медицинский университет направил в зону специальной военной операции гуманитарную помощь Ректор Висамбаша Ханли в сопровождении проректора по административно-хозяйственной деятельности Серажетина Мутаева осмотрел груз, который был собран на территории биологического корпуса ДГМУ Мы сегодня направляем гуманитарную помощь нашим соотечественникам Хочется сказать, что несмотря на трудный период нашей страны, и жители мирные, и бойцы наши, которые сражаются врагами Всегда почувствовали, что они не одни Сегодня мы хотим сказать, что у нас лозунг один Мы своих не бросаем Хочу всех поблагодарить, которые способствовали отправке гуманитарной помощи Хочется отметить, что наш народ всегда приходит трудной минутой помогать друг другу Хочу пожелать нашим бойцам здоровья, и они возвращались с победой Проректор по учебной работе Амия Демирова приняла участие в работе образовательного форума инженерное образование 2024 Форум проходил в городе Санкт-Петербург и был приурочен к огню создания Балтийского государственного технического университета Вайнмех имени Устинова В рамках мероприятия Амия Демирова встретилась с ректором БГТУ Константином Ивановым и проректором по образовательной деятельности Шашурином Александром Обсудила вопросы реализации действующего соглашения между БГТУ и ДГТУ о сетевом взаимодействии и академической мобильности студентов Привлечении преподавателей вузов для ведения занятий дистанционно или с выездом А также приняла участие в работе круглого стола, посвященного вопросам разработки профиля компетенции современного инженера 1 марта 2024 года в научно-образовательном инновационном центре Дагестанского государственного медицинского университета состоялась республиканская научно-практическая конференция «Формация против наркотиков», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом Организатором мероприятия выступила кафедра формации ДГМУ Проблема наркомании – это серьезный повод для беспокойства для всего общества К счастью, практика борьбы с ней не стоит на месте И в нашем арсенале появляются новые методы работы с этим злом И данное мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией, на котором планируется выступление медицинских работников, общественных деятелей по антинаркотической пропаганде, яркое этому подтверждение Я расскажу о наркологической ситуации в Республике Дагестан и какие меры профилактики И что врачи-наркологи Республиканского наркологического диспансера под руководством Салихат Богомайны принимают Ассоциация с содействием многостороннему сотрудничеству в сфере науки и образования в Черноморском регионе BSARC выступила партнером Всероссийского молодежного конкурса по разработке моделей искусственного интеллекта «Искусственный интеллект для целей устойчивого развития» Конкурс по разработке моделей искусственного интеллекта проводится среди молодежи – студенты, магистранты, аспиранты, исследователи и специалисты Возраст участников от 18 до 35 лет. Призовой фонд составил 3 миллиона рублей. Подать заявку можно до 1 мая 2024 года Детско-юношеский открытый чемпионат Республики Дагестан по скалолазанию на искусственном рельефе проходит сегодня на базе ДГТУ Турнир проводится по двум дисциплинам – лазание на трудность и лазание на скорость Отметим, что соревнования проводятся среди ребят в возрасте от 10 до 19 лет, имеющих начальную подготовку по скалолазанию и медицинский допуск Организаторы чемпионата региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Альтеир И Дагестанский государственный технический университет Небольшая видеозарисовка на эту тему будет сейчас как никогда кстати ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотр профилактического сериала «Цифровая броня» прошел в ДГТУ Можем ли мы успешно противостоять мошенникам? Что делать, если вам пришло письмо, сообщение или поступил звонок от якобы сотрудника кредитно-финансового учреждения? Как быть, если с вашего счета внезапно пропали все средства? Что делать, если вам звонят и убеждают, что с вашим близким человеком случилось непоправимое и срочно требуются денежные средства для решения проблемы? Для ответа на эти и многие другие вопросы был организован просмотр четырехсерийного документального сериала «Цифровая база». В основе сериала четыре реальных громких уголовных дела, в которых зрителям предстоит разобраться и услышать версию, произошедшую не только от правоохранительных органов, но и от преступников, которые дали авторам эксклюзивные интервью в исправительных учреждениях. Ну и уж если речь зашла об этом в УЗИ, самое время зарисовки о том, как там прошел традиционный весенний субботник. Продолжение следует... 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 Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Бетанов Ахмед, я вещаю вам с Всемирного фестиваля молодежи. Это культовое и самое масштабное мероприятие для молодежи всего мира. Мирпия! 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 Горос, молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семейный фестиваль молодежи проходит в городе Сириус, специальной площадке на площади Олимпийских игр, а также на всех задействованных этих площадках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я верю в чуду! 3-4! Я верю в чуду! Масштаб мероприятия поражает. Здесь 20 тысяч участников, 10 тысяч из которых с Российской Федерации, 10 тысяч это из 180 стран нашего мира. Здесь более 800 интерактивных и образовательных мероприятий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В рамках фестиваля за каждым регионом Российской Федерации закоплено одно или два подшипных иностранных государств, с делегацией которой будет на протяжении фестиваля, ну и уже взаимодействует с иностранными государствами. За Республикой Дагестан закреплена Молдовия. Мы активно взаимодействуем на мероприятиях, а также встречаемся вместе и отмениваемся с регионами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я Ахмед Газиев, всего вам доброго, увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok